12 декабря этого года запомнится славянцам надолго. Раскаты грома, сверкающие молнии, дождь, сменяющийся мелким градом. Как итог, наутро печальная картина. Дороги и тротуары покрылись плотной коркой льда. Мы знали, такого мы не ожидали. Обычно мы смотрим телевизор и видим, что все плохое происходит в столице Приморского края. Вот в этот раз получилось так, что столицу Приморского края такая непогода обошла, а все случилось на территории Хасанского района в нашей Славянке. Дорожная техника приступила к очистке улиц в 6 утра. В НРП и в Рыбаке работала компания «Примавтодор». Помощь оказывала и компания «Трансбетон». За два дня работы израсходовали всю свою заготовленную заранее песко-солевую смесь 60 кубов. Причем эту смесь мы давали и для дошкольных учреждений, школьных учреждений. Подрядчик славянский не смотрел дороги славянского городского поселения, дороги иных потребителей. То есть мы делали все в круг. Ситуация нестандартная. Толстый ледяной накат на дорогах убрать непросто. В первые дни ситуацию усугубляла минусовая температура, которая не давала возможности убрать замерзшую корку. Сложность прошла – гроза. Гроза сопровождалась обильными осадками в виде дождя. Ночью была минусовая температура и все встало. То есть просто лед встал. Его уже простым трактором не возьмешь, щеткой не возьмешь. Только сыпать, солнце тает, убирать. Или подрывать тяжелой техникой. Тем временем, пока дорожники очищали проезды, управляющие компании очищали дворы и лестничные пролеты. Лучше всего со своими задачами справилась компания «Хасансервис ДВ». Дворники отсыпали ступеньки и проходы сразу же после непогоды. Сейчас коммунальщики и дорожники продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости славянки.